здравствуйте в эфире передачи разбор полетов и я ее ведущий михаэль гильбоа вместе со мной в студии находится журналист сотрудник радиостанции рэка связь ильбер и политолог александр цинкер господа я хочу вас поздравить с завершением коалиционных переговоров и созданием нового правительства в государстве израиль правда коалиция маловато я хочу начать с конца можно как по-вашему долго продержится подобное правительство вот с таким малым или узким фундаментом я думаю что это правительство продержится ровно столько сколько потребуется для продолжения переговоров за я думаю что переговоры не прекратятся быть продолжаться коалиционные коалиционные конечно только уже без давляющего фактора времени что надо успеть до дедлайна возможно это займет несколько недель возможно это займет несколько месяцев но кого-то мы ищу в этой коалиции увидим наиболее вероятно что это будет партия «Наш Дом Израиль», на втором месте партия «Сионистский лагерь», список «Сионистский лагерь», и на самом последнем месте «Мерец» и партия «Яшатид». В противном случае мы пойдем снова на выборы, потому что 61 депутат – это очень-очень маленькая коалиция, и она настолько будет в плену каких-то частных интересов, у каких-то частных капризов каждого отдельного депутата Кнессета, что вряд ли этой коалиции удастся чего-то добиться и произвести какие-то сдвиги в израильском обществе, в израильской жизни. Господин политолог, это что, действительно, так сказать, четкий анализ того, что происходит на данный момент, или попытка выдать желаемое за действительное? Ну, давайте подождем, пусть назначат министров от Ликуда, и увидим, всех ли назначат или нет. Если будут оставлены какие-то места, которые останутся пока за премьер-министром, это будет 100% показывать, что идет еще поиск увеличить коалицию, потому что сегодня я бы не завидовал председателю коалиции перед каждым голосованием собирать вот это незначительное большинство, чтобы проводить любые, в общем-то, законы. Это очень сложно. Если ничего не изменится и так останется, то, дай бог, вот эти два года хотя бы, чтобы, ну, стараются хотя бы половину каденции досидеть, чтобы она и засчиталась, и чтобы попытаться хоть что-то показать. Ну, у нас же два года, да, но четыре, да, мы все привыкли, что никогда четыре не бывает, бывает меньше. Можно считать, что половина каденции в последние десятилетия, это год всего. Ну, к сожалению, у нас это такая еврейская игра выборов в Кнесет. Я думаю, вот здесь Цвика прав, что, наверное, будут какие-то изменения еще происходить, может быть, кто-то будет заходить, может быть, кто-то будет выходить. Но сегодня у нас есть правительство, понятно, никто не хотел идти на выборы, поэтому Биби Натанягу должен был все, что может отдать коалиционным партнерам, чтобы успеть до вечера представить предложение нашему президенту. Он успел, а сейчас, когда можно будет спокойно решить вопросы вот своей партии, и, дай бог, спокойно, потому что мы уже слышим, что некоторые не согласны с тем, что они не получат то, что они хотят попытаться решить то, как мы будем двигаться дальше. Что интересно, что тут же после закрытия вот этой коалиции на следующий день сразу же получена была телеграмма от президента США с поздравлением. Нет, я что хочу сказать, если вы помните, выборы прошли, и три дня Биби Натанягу ждал, когда его все же поздравят. Сейчас... Ну, просто поздравил сразу, кроме президента Соединенных Штатов. В данном случае президент США был первым. Да, я думаю, что могу предположить, что президент Соединенных Штатов сидел и ждал, и надеялся на то, что Биби не удастся все-таки сколотить коалицию. Тем не менее, после того, как ему это удалось, ему остается только поздравить и пожелать, так сказать, плодотворной совместной работы. Хотя, знаете, мне кажется, что коалиция вот в том составе, в каком она существует на сегодняшний день, по всей видимости, плодотворно не сможет работать, уже хотя бы потому, что на первом месте у всех. И вся основная мысль это о том, какое место он будет занимать, что получит его партия, сколько денег, сколько мест и так далее, и тому подобное. Все, что касается непосредственно работы, принципов, каких-то идей. Вы знаете, я бы сказал так, вот партия Кулану, вот очень интересная, да, она первый раз зашла, и лидер ее Кохлона. Все помнят, когда он был министр связи, его революционные преобразования. Мы все на себе почувствовали. Сейчас у него очень много идей, Министерства финансов, реформы. Это будет выглядеть, у меня такое ощущение, примерно так. Бегун, который куда-то хочет бежать, а все остальные партнеры по коалиции в виде гиль, которые висят у него на ногах. Но он дожит на месте, правда. Ну, и вот сможет ли он сдвинуться немножко вперед, или будет это бег на месте? Посмотрим. Цвих. Я думаю, что личностный фактор никто не отменял. Секунду, но многие утверждают, что именно из-за личностного фактора коалиция на данный момент составляет всего 61 мандат. Абсолютно согласен. И именно поэтому, и в этом виноват в первую очередь Либерман. Абсолютно согласен с первым утверждением, абсолютно не согласен со вторым утверждением. Я думаю, что корень проблемы, главным образом, по этой же причине, мы вышли на выборы там меньше, чем через два года после предыдущих выборов, это личные отношения главы правительства с лидерами других партий. У Нитанягу сегодня очень плохие отношения и с Лапидом, и с Либерманом, и с Беннетом, и с Кахлоном, и с Дерри, и почему почти, и с Литцманом, и с Герцогом. То есть у него со всеми плохие личные отношения. И я думаю, что в этом как бы причина, первопричина, почему мы вышли на выборы, потому что сегодня, оглядываясь назад, господа, кто-нибудь верит вообще, что Лапид, именем которого Досы пугают своих детей, за спиной у Биби Нитанягу договаривался с Дерри и с Литцманом? Кто-то вообще в это сегодня может поверить? Нет, но он о чем-то договаривался в свое время с Либерманом. Дело не в этом, но нам сказали, что он чуть ли не готовил путь, что он договаривался с Литцманом Гафни и Дерри, чтобы сделать правительство без Нитанягу. Когда Нитанягу... Кто-то сегодня вообще это понял? Я понимаю, что ты цитируешь то, что... Секунду, секунду, секунду. Кто-то вообще сегодня в это верит? Почему не мог понять, зачем мы идем на выборы? Нет, сегодня никто в это не верит. Но тогда верили. Нет, почему нет? Поверили тогда так же, как поверили, допустим, в последний день предвыборной кампании. Вы помните призыв Биби Натаняу уйти на территорию участки, потому что не дай Бог. Это прекрасный политтехнологический ход. Господа, господа. Кто-то должен же поверить в это. Вы поверили? Это как Хизбалла рассказывает, что Израиль заключает союз с Дашем против Ирана и Хизбаллы. Это то же самое. Правильно? То же самое. Вот примерно так же, как Израиль мог бы заключить союз с Дашем против Хизбаллы, так же Дерри и Литцман могли бы договориться с Лапидом против Биби. Журналисты называют это... Значит, Биби не надо будет выбрать, если он пошел. Секунду, нет. Я не знаю, может быть, он действительно в это верил. Я не знаю. Я не утверждаю, что нет. Саша, журналисты называют это сказками, народ враньем, а политологи называют это политическим ходом. Да, политическим ходом. Но мне кажется, после этого политического хода последнего, вот какое-то подозрение, я могу ошибаться, но мне кажется, это последняя конденция Биби Натанягу в политике. Я не знаю, я не берусь делать такие прогнозы, потому что Натанягу показал вот совсем недавно на этих выборах, что все-таки он политический гений. Пока еще. Во многих вопросах. Да, конечно, не... Может быть, не потому, что он действительно гений, а потому, что просто нет кандидатуры, способного противостоять ему. Это второе, это второе, что на сегодняшний день нет другого лидера такого масштаба, как Бениами Натанягу. С этим тоже никто не спорит. Но здесь мы видим системную ошибку, системную проблему. Надо менять систему. Надо собираться и принимать первый закон не о том, чтобы увеличить число министров, а о том, чтобы поменять эту систему, чтобы личные отношения оставались где-то в стороне, когда речь идет о государственных интересах. Есть вопросы более важные или более срочные. Первый вопрос касается, так сказать, непосредственного увеличения коалиции. Кто является действительно явным кандидатом на вхождение в правительственную коалицию из тех, кто сегодня находится в оппозиции? В первую очередь это НДИ, Наш Дом Израиль во главе с Вигдором Либерманом. Потом Лапид. Нет, нет. Потом Сианистский лагерь. Потом Сианистский лагерь. Потом Сианистский лагерь. Окей. Смотрите, там есть качественные две вещи. Присоединение партии Наш Дом Израиль не требует изменений существующей коалиции 61. Это будет просто добавление еще шести голосов. Да. И получается 67. Очень устойчиво уже в общем-то это. Присоединение Сианистского лагеря потребует изменения структуры коалиции. Мне кажется, это не получится. Просто присоединение вполне возможно. Например, Байт Иуды выйдет из такой коалиции. Да, Еврейский дом выйдет из коалиции. Я что хочу сказать. Присоединение без изменений, оно легче. Поэтому на первом месте вариантов мы ставим присоединение Наш Дом Израиль. А Иудата Тора останется? Может быть, да, останется. Иудата Тора останется. Они, если получат свои деньги для Ишевод и так далее, и так далее, они останутся. Мы говорили о том, что Соединенные Штаты, вернее, президент Соединенных Штатов, Саша, ты говорил, президент Соединенных Штатов поспешил и поздравил Бибин Танео с созданием правительственной коалиции, пожелал плодотворной совместной работы. Тем не менее, по всей видимости, уже через пару недель придется начать работать и начать работать не только над проблемами, существующими здесь в государстве Израиль, но и над проблемами чисто глобального международного характера. И по всей видимости, можно предположить, что в первую очередь Соединенные Штаты и государство Европы потребуют от нового правительства возобновить переговоры с палестинцами. Я отвечу на этот вопрос, отталкиваясь от вашего предыдущего вопроса, господин ведущий. Вот закрутилка. Есть у них у журналистов это, да. Значит, начнем с расширения коалиции. То есть, теоретически, в принципе, у нас может быть коалиция, Ликут, Сионистский лагерь, Кулану. Все, достаточно, 64. Достаточно, теоретически. Дальше можно присоединять самые разные компоненты. Но вопрос, принципиальный вопрос, вхождение Сионистского лагеря в коалицию должен быть чем-то подкреплен. То есть, буржий герцог не может просто так завтра утром выйти к средствам массовой информации и сказать, я иду в правительство. Он должен показать, дать весомую причину, почему он это делает, после того, как на выборах шла, с левого лагеря шла совершенно неприкрытая истерика. По-другому это не назовешь. Только не Биби. Только не Биби. Только не Биби. Биби – это главный сатана, источник всех. Намек на возобновление переговоров? Естественно. Он спасет. Спасение мирного процесса. Нет другого варианта вхождения Сионистского лагеря, как не возобновление мирного процесса. Но буржий герцог заявил о том, что он не готов будет войти в эту правительственную коалицию, если не будут изменены основные принципы ее существования. Но во имя мира, у нас же как бы мир это самый главный. Мира? Какого мира? Самый главный. Пока только переговоры. Самый главный аргумент у левой идеологии, у людей, которые идеологически относятся к левому лагерю, это вот этот мирный процесс. Если он завтра скажет, что я вхожу в правительство, и послезавтра мы начинаем переговоры с обумазанным, уже последние, уже конкретные переговоры, которые закончатся мирным соглашением. Это единственный вариант, при котором он входит в коалицию. Других вариантов я просто не вижу. Господа, подожди. Ему очень трудно будет объяснить одну секунду. Ты мне другую вещь скажи. Насколько это актуально? Подожди, секунду, секунду. Я вам скажу, что я считаю, что все это не актуально. Вот я это считаю. Учитывая ситуацию в нашем районе. Вы же не даете мне договорить. Вы же не даете мне договорить. Но при этом совершенно непредсказуемо, как отреагирует правая часть коалиции. Еврейский дом от коалиции отколется. Отколется правая часть Ликуда. Посмотрите, какой Ликуд сегодня правый. То есть, так же, как Авода сегодня по своему списку. Я не говорю про все низкие лагеря, но список тех, кто относится к партии Авода. Это второй мерец. Ликуд сегодня очень правая партия. Посмотрите список. Посмотрите список. Ну, практически кроме Бенни Бегина, я даже не знаю, кого там назвать. Нет, ну там есть еще, так сказать, еще пару умеренных депутатов. Наверное, вы знаете. Дело не в этом. Дело в том, что прав Саша, все без исключения, и я думаю, что в Ликуде в первую очередь, должны и учитывать ситуацию в нашем районе. Когда вокруг Израиля один воюет с другим. Судит и с шиитами, Даш с Хизбалой. Арабская коалиция, бомбит, Йемен, у них там миллион проблем. Да, с кем вести переговоры? Это другой вопрос. Теперь давайте возьмем НДИ. Ну, это может быть ответ на Танья у этого президента Соединенных Штатов. Давайте возьмем НДИ. Значит, Авиктор Либерман сделал многоходовочку. Израильские аналитики не привыкли к многоходовкам, поэтому они все вошли в тупик и пытаются объяснить это, что он решил отомстить, торпедировать и так далее. Это нормальная многоходовка. Потому что... Нет, нет, подожди. Он сделал первый шаг. Мы думаем, вернее, ты думаешь, что это многоходовка. А может быть, это пока... Да, давайте только мне объяснить. Я сделаю это быстро. Обещаю, что сделаю это. Сделай первый шаг. Какой? Сделаю это быстро. Многоходовка, которая состоит в том, что партия НДИ, в отличие от других партий, умеет сидеть в оппозиции. Другие партии не умеют. Возьмите Кадиму. Кадима не умела сидеть в оппозиции. НДИ умеет сидеть в оппозиции. Я тебя назову партию, которая умеет сидеть лучше, чем НДИ, Мерец. Нет, так она просто очень долго. У нее очень большой опыт. Больший что. Я говорю про НДИ, как партию, которая все последние правительства входила в правительство. Теперь, следующий ход. Следующий ход. Поскольку я говорю, что это многоходовка. Попытка расширить коалицию. Значит, либо коалиция придет к Либерману с гораздо более щедрыми предложениями. Одна из возможностей. Не вижу варианта. Иначе он не заходит в правительство. Либо в правительство заходит сионистский лагерь, тогда Либерман становится вполне легитимным лидером всего правого лагеря, который будет критиковать это правительство из оппозиции. Что, в общем-то, и должен делать оппозиционер, потому что у нас оппозиция в последней каденции была очень-очень сонная. Если заходит сионистский лагерь, выходят бать и убить, и они становятся оппозиционными. Да, и тогда Либерману как раз там и место, он умереннее. Но при всем при этом именно НДИ начинает обрастать мандатами, и он использует каждый день в оппозиции с максимальной пользой. Так, секунду, цвика. Господа, мандаты наращивают в оппозиции, не в коалиции. Цвика, да, да. Я видел партии, которые в оппозиции из партии становились горстками. То есть, на самом деле, имея шесть мандатов, потом стал 15, будущий в коалиции. Да, но это один раз, да. Давайте же сказать. В оппозиции наращивают мандаты. В оппозиции, вспомните Ликут, когда он спустился до 12 мандатов. Там просто ниже уже некуда было. Он ушел в оппозицию, а НДИ тоже сейчас ниже уже некуда. Нет, нет, секунду, секунду. НДИ опустилась до своего минимума, вот до шести мандатов вот этих железных голосов. Не можно согласиться с ним? Вот так неожиданно. По поводу, мне кажется, у Либермана может быть еще одна цель. Мы говорили, что вот есть Биби Натанягу и почти нет кандидатов. Может быть, если исходите, что многоходов какая-то строится. Заговор. Может быть, человек решил, ну, партия умеет сидеть в оппозиции, посидим. И начать собирать, как говорится, потихонечку все, что будет отваливаться от правого лагеря, который будет недовольным, как идет процесс. И потихоньку, как он сегодня сказал, я буду альтернативой Биби Натанягу, сегодня сказал, да, Виктор Либерман. Вот, может быть, и есть альтернативный будущий Либер правого лагеря. Я это имел в виду. По крайней мере, он хочет так себя построить. И, наконец, третья возможность остается у нас правительственная коалиция, 61 мандат, 61 депутат Кнессета. В этом случае Либерман тоже совершенно спокойно сидит в оппозиции. Возможно, он блокируется с Ешатит. И каждый день напоминает нам о том, что сколько денег отдали ортодоксам, которые не работают, не платят налоги и так далее, наращивают мандаты. Я считаю, что каждый день в оппозиции он может использовать с максимальной пользой для себя и выйти на следующие выборы. Вернее, не выйти на следующие выборы, а закончить следующие выборы с гораздо более лучшим результатом. К сожалению, я вынужден с тобой не согласиться, потому что я знаю намного больше партий, которые после сидения в оппозиции просто исчезли с политической карты. Это раз. Я считаю, что это не будет про НДИ. Секунду, секунду. То, что ты считаешь, я уже слышал. Сейчас я тебе высказываю свое мнение. Первое. Второе. Мы сегодня только слышали от Либерману, что в эту коалицию он не войдет ни в коем случае. Он считает Ликут и все партии, которые входят в оппозиции. Никогда не говорите. А теперь мы подошли к очень интересному вопросу. Тем не менее, для того, чтобы Либерман все-таки вошел в эту коалицию, или на ТНО должен поступиться очень многим, а значит у кое-кого отнять то, что он уже им повздавал. А нечего. Кроме Министерства иностранных дел и члена узкого кабинета, ну давай нечего. Дело не в этом. Он должен отдать Либерману то, против чего выступает Либерман. Вы не в ту сторону смотрите. Изменения законов и так далее. Вы не в ту сторону смотрите. Мы смотрим как раз в ту сторону. Это та сторона, куда ты не хочешь посмотреть. Я говорю про другое. Если завтра Биби Нетаньягу придет к Либерману и скажет, я тебе даю пенсии для тех, кто приехал 45+, он это возьмет. Потому что это то самое достижение, которое ему нужно для того, чтобы вновь позиционировать себя представителем интересов русскоязычной общины и вернуть в себе все голоса русскоязычной общины, которые были потеряны на этих выборах. Если он добьется важного какого-то прорыва по какому-то из направлений, которые действительно важны, я не беру геюры. На мой взгляд, геюры это там никого не интересует. А закон? Я не беру вот это заключение браков там не по месту жительства. Это хороший закон, абсолютно хороший закон, секуляристский закон, но он важен. А закон о равномоспределении обязанностей и так далее, это тоже не важно? Либо в этой коалиции это нереально. Да, мне кажется, в этой коалиции просто это нереально. Либо он спасает вот этот закон. Нет, но закон существует или в этой коалиции собираются его отменить или отложить его исполнение? Миша, ты знаешь, наше гениальное ноу-хау с бюджетом вместе утверждается закон о регулировании, в котором можно любой прошлый закон остановить временно. Господа, тогда простой избиратель Цвика Зильбер или Александр Цинкер придет и скажет, вы принимаете законы, когда вам удобно, отменяйте их, когда вам удобно. Почему я, потребитель, то есть законопослушный гражданин, должен верить или следовать существующим законам, зная, что сегодня он есть, завтра его нет? Абсолютно согласен. Должна быть преемственность власти и следующий правительство должно продолжать принятые законы. Абсолютно согласен. И, тем не менее, я считаю, что если Либерману завтра предложат что-то, что действительно может быть воспринято как большой прорыв, я опять в качестве примера привожу вот эти пенсии. Господа, это стоит не таких больших денег, это стоит... 620 миллионов. Нет, это стоит миллиард с чем-то. Нет, меньше. Ну, миллиард это... Когда, по-вашему, давайте будем более точнее. Учитывая, сколько денег эта коалиция передает Харидим, это совершенно не какая-то нереальная сумма. Тем более, что и Кохлон, и Нетаньягу обещали решить эту проблему. Обещали, да. И ты еще не задал вопрос, я отвечаю. К концу года перед бюджетом могут быть изменения. К концу года перед бюджетом. Сейчас никаких изменений не будет, потом лето, потом... Бюджет, по всей видимости, будет принят в конце сентября, в начале октября. Ну, значит, вот перед бюджетом начнут считать, проходит или не проходит. Если будут чувствовать, что не проходит, начнут искать дополнительные голоса. Нет, дополнительные голоса в соответствии с тем, что сказал ЦВИКа, ищут уже сейчас. Нет, искать можно каждый день. Сам Вибин, это не... Их искать негде, эти дополнительные голоса. Они вот искали с собой. Лагерь или НДИ. Других вариантов на сегодняшний день не существует. Я говорю, смотрите, почему я связываюсь с бюджетом? Бюджет, закладывается распределение финансов на то, на то, на то. Нельзя не забить бюджет на следующий год, пенсии плюс 45, не включить, а потом прийти, сказать, Калиберман, сказать, хорошо, приходи, мы потом сделаем. Это, Саша, это вопрос техники. Вопрос кардинальный заключается... Я в свое время не говорю. Секунду, вопрос кардинальный заключается совершенно в другом. Есть ли действительно возможность того, что Сионистский форум придет или войдет в эту коалицию? Для этого нужно будет... Сионистский форум и Сионистский лагерь. Сионистский лагерь. Для этого нужно будет отменить все существующие на сегодняшний день коалиционные соглашения. Ты должен будешь для 24 депутатов КНЕСТа выделить министерские посты. Что к 7 министров? Штук 7, это расплюнуть. Так я и говорю, это много. Политолога, поэтому я... Политологам очень никто не знал, как министерские посты. Поэтому мы смотрим это как какой-то такой отдаленный вариант. Где-то, ну, самый близкий. То есть, самое реальное это НДИ. Самое реальное это НДИ, конечно. Окей. Значит, мы сегодня получили ответ от господина Либерман на вопрос войдут ли он в правительственную коалицию, он и его партия. Он сказал, ни в коем случае. Но нам остается, учитывая тот факт, что мы знаем, что политика и вещь такая очень непостоянная. Остается только проследить за тем, как развиваться. От которых нельзя отказаться. Да, да, да. Да. И ситуации, от которых невозможно, которые невозможно совершенно иначе разрешить, кроме как только одним путем. Объяснить всегда можно, почему я поменял мнение. Да, это да. Именно поэтому журналисты могут быть политикой. Это, по-моему, на мой взгляд, абсолютно нормально. Все, господа. Цвизельбер, сотрудник радиостанции РЭКа и Александр Цинкер, политолог, большое вам спасибо. Через некоторое время посмотрим, кто из вас оказался прав. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok